Решение всех вопросов ЖКХ в одном приложении. Удобно, быстро и без очередей. Теперь оплатить счета за свет, газ и воду можно несколькими кликами. Благодаря новому мобильному приложению, собственники квартир могут, не выходя из дома, передавать данные по всем счетчикам. Оплачивать услуги ЖКХ без комиссии, квитанции формируются автоматически и многое другое. Приложение госуслуги дом полезно жителям многоквартирных домов тем, что жителям могут своевременно передавать показания счетчиков, следить за расходами света, газа и воды. Также они могут оплачивать услуги ЖКХ и ЖКУ, своевременно получать уведомления по аварийным ситуациям дома, то есть о включении горячей воды или проведении капремонта. Также отправлять электронные обращения в свои управляющие организации. Пользоваться приложением можно как через телефон, так и через компьютер. Все, что нужно, это быть зарегистрированным в приложении госуслуги. Давайте покажу, как это через телефон сделать. Заходим в Google Play, скачиваем приложение госуслуги дом. Установить. Авторизация происходит через подтвержденную учетную запись госуслуг. Это очень удобно, что не нужно иметь разные логины и пароли в разных приложениях. Проходим через приложение госуслуги. И уже автоматически в приложение подгружаются наши данные о объекте недвижимости. Что удобно, даже если вы имеете несколько квартир, все данные отображаются в одном приложении. Заходим в приложение, и уже у нас отображается наш объект. Нажимаем. То есть на главном экране мы можем сразу увидеть счета по ЖКУ, то есть все начисления, которые у вас имеются за предыдущие месяцы, текущие ваши начисления. И также есть функция показания счетчиков, передача показаний счетчиков. В приложении видны все счета за жилищно-коммунальные услуги. У каждого счета можно посмотреть детализацию. Удобно следить за подсказками по срокам оплаты и вносить платежи онлайн в удобное время. Также на работы в доме управляющая организация тратит деньги, собраны из жильцов. Собственники имеют право знать, на что именно потрачены эти средства. В приложении будет размещен отчет за полный год. Его можно проверить и обсудить с соседями. В приложении созданы чаты с собственниками квартир для каждого дома на платформе ВК. Я считаю, что оплата дистанционная, которая проводится через приложение, либо через госуслуги дом, в том числе, она наиболее оптимальна, так как не происходит утеря сведений, в том числе не теряют получатели этих данных, все заявленные цифры, и чеки всегда сохраняются в качестве подтверждения проведения платежа. Если в подъезде перегорела лампочка или разбито окно, нужно сообщить об этом управляющей организации. Умный чат-бот приложения поможет классифицировать и отправить заявку. В случае, если авторизироваться в приложении не удается, подходите в МФЦ, специалисты которого готовы не только помочь с авторизацией, но и научить пользоваться этим приложением. Зарема Явлоева, Султан Могушков, Магаз 24.